Откратить дистанцию, я с тобой согласен. Врывается какой-то клокверк, хорошие колбы или просто в рифтине, это уже для медведя большие проблемы. Морф, мне правда нравился куда больше твое предложение в виде этого героя. Оно смотрелось хорошо. Другое дело, что может быть это воровство. Мы знаем, как ЕГЭ любят поиграть с этим лондруином, и что Артизии на нем хорошо выступают. Может быть это именно воровство было такое. То есть, допустим, Тинни Виспмит, Винтер Верна вместе с Лондруидом бы стояла в легкой. А сейчас уже ЕГЭ нужно будет думать, как исправлять ситуацию. Время подумать есть. Вообще мне ЦК нравится, ну а чего? ЦК, кстати, неплохо. Ты до Лондруида можешь добраться, учитывая сейчас сборку, которую практикуют практически все Киос Найты через Даггер. Ты хорошо справляешься с Тимбером, он не успеет зарядиться. Это один случайный Крит. Ну, главное под Сайланс опять не попасть, а то мы видели одну игру. Это да. С Саус Найтом, где Сайланс зарешал орошить Блэкинг Бар, но не особо хочется. Можно, конечно, Манту. После Армлета, Армлет, Даггер, БКБ, что-то из разряда такого. Ну или Армлет... Тинкер. Тинкер для злых гениев. Интересный выбор. Помешает быстро зайти на хайграунд. Клокверк своей ракеткой, Тинкер. С покусаками. Ну да, если возникнут какие-то трудности на старте игры и будут доминировать у нас Сикрет, то все равно могут ЕГЭ еще эту игру затянуть. Винтервер на второй спелл, Клокверк ракеты, Сумаил машинки. А в это время спокойненько Артизи вместе с Критом летают по карте и пытаются спушить, засплитить, снести базу противника. Противнику это может получиться. Сейчас посмотрим исполнение на паджике от Пупея. Интересно будет посмотреть, как он твой герой будет использовать по карте. Нечастый гость у нас. Ну да, позиция 5 Пудж — это необычно. То есть Пудж в свое время использовался как такой роумер наряду с Тускаром, мир Спиритом, вот с этими персонажами. А именно пятая позиция Пуджа. Ну посмотрим, что он будет из себя представлять вообще, в чем будет посыл и основная идея этого героя. Ну что же, у нас начинается игра. Да, первая карта серии Best of 3. Evil Genius'а Steam Secret. Давайте смотреть. Тут же Universe вместе с Критом отправляются на топ под тизером. Артизи будет играть на Тине. Сумаил, Тинкер, Universe, Клокверк, Фир на Вивернии, Крит на Виспе. Да, у Секрет пара саппортов — Ебзор Пупей. Пупей на пятой позиции Пуджа, на четвертой позиции Рубики Ебзор. Эйс Кирилл Лондруид. Конечно же, Фата на Тимперсоу оффлейновом. И Мидуан в миде на Death Profit. Посмотрим, что нам сейчас будет показывать этот Десятитысячник. Как я уже говорил, после того, как закончился матч Virtus.pro.navi, буквально несколько дней назад уже в полном составе команда Secret отобралась на мажор Galaxy Battle, который пройдет с 16 по 21 января 2018 года. То есть это будет первый мейджор сезона. И команда Secret будет бороться против 15 других коллективов. Такой полноценный мейджор. У нас, надеюсь, что произойдет. Да, это важное лирическое отступление. Universe. Битва за Баунтируну. Побеждает в ней Эйс. И можно гнать отсюда Юниверс. Нормально так дэмэджи накидывает по спине. С учетом того, что Юниверс уже с танго скушенным. Ну да, с Легонца так продамажили. Ага. Фат там. Аккуратненько. А что здесь поделать? Ну, вообще рядом я обзор и паджик там имелся. Ну, забрал крипов. Основную задачу Фата выполнил. Да, при этом немного просел. Но с учетом того, что у него вкачана пассивка, идет регенец. Я так понимаю, сейчас это стало все более и более популярно. Вот отводить первую пачку. Забирать ее себе. Многие команды начали это практиковать. Но, возможно, это... Выход на Сумаэла. Что здесь будет? А ничего здесь не будет. Подошел сюда Пупей. Погорел на крипов. Такой себе охранник, если что. А вот Фир может подставиться. Кинуть его на Пупей. Здесь же Мид Ван и Фир должен погибать, как мне кажется. Да. Фирт Бат забирает Пупей. Очень просто. Ну, Фир что-то на Лоу ХП прям так подлетел. Не ожидал, конечно, за спиной у себя увидеть Рубика, который телекинезом скинул его на Лоу Граунд. Но, наверное, на это и был расчет. Ну, вот мы видим, что Пупей все еще не отходит от Мида. Здесь же также находится Е-обзор. И, возможно, сейчас очередной выход будет на Сумаила. Остается пауза. Аудио какие-то проблемы. Через 15 секунд будет Сифон. Я думаю, что подождут как раз этого момента Сикрет и попробуют выйти еще раз. Сюда же подходит еще Пупей. О, господи, Фир, который будет помогать Сумаилу. Так что нужна помощь администратора. Что-то произошло со звуком у Evil Geniuses. Печально, конечно, это все. Да, печально тот факт осознавать, что еще три беста в три сегодня должно быть сыграно. То есть после того, как мы с тобой откомментируем этот матч, придут Вилат и Даденжел и будут комментировать еще два беста в три. Это все может затянуться очень сильно. Да, есть у меня определенное опасение, что это все может затянуться часов до трех ночи по киевскому времени. Ну, если паузы будут такими же, да. Уже как бы это все выглядит довольно так растянуто. Время пять часов. По Киеву, по Москве шесть. Хотя только-только стартанула первая карта второй серии беста в три. Исправит ситуацию три встречи и беста в два. Вот это могло бы исправить ситуацию. Итак, смотрим, у кого же проблемы. У Артизи проблемы. Со звуком. Говорят, видимо, наушники включи что-то. У вас вина, по случаю, на компьютере не стоит? Какие наушники? Я игрок ЕГЭ, я не должен ничего делать. Сделайте все за меня. Ну, не все, я думаю, так печально, Иван. Вот так. А вот проверяет микрофон. Говорит, говорить надо сюда, Артур. Одень, пожалуйста, наушники и говори в микрофон. Он говорит, раз-раз. Раз. Что вы мне подсунули? Это даже не микрофон. На высших экранах Ace. Новоиспеченный игрок команды Secret. До этого играл за датские коллективы. И, в принципе, раскрылся. Именно так, чтобы на него обратили внимание в своем прошлом коллективе. Который первоначально назывался Monkey Business. На ВЭСГе они в европейских квалификациях заняли первое место, обыграв всех, кого только можно. Это радовали, точнее, удивляли они на тот момент необычными стратегиями. То есть, вторая половина 2016 года она была подметой ОД. И никто не знал, как и кого противопоставить этому герою. Но вот Monkey Business, впоследствии Imperial, впоследствии Cloud9, в общем-то, они использовали снайпера. Первые начали использовать снайпера против ОД, и это давало свои плоды. Еще они использовали, очень любили использовать кентавра на первой позиции. И с шестью слотами этот герой выглядел очень сурово. Поистине сурово. Что это вокруг Артизии летает? Вокруг Артизии... Не знаю, может он святой? Возможно, Артур он такой. Он неприятный сейчас. Да, неважно. Рассказ как бы закончился, а Фата все еще жив. Потому что все неплохо. Ничего, умудряется здесь ласт хитить что-то. Ябзор рядом, не стали продолжать атаку на центральную линию. Крит отбегает отсюда. Но там вышел Фир, и подумали, что нет смысла еще раз вот так выходить. Но здесь пеймись с Ябзором хотели, возможно, зацепить Виспан. Не получилось сделать. На топе Эйс абсолютно. Без каких-либо трудностей стоит. Имеет хороший Крепстат 11-3. Но и Клокверк, можно сказать, что тоже не страдает. 10-2 у него. Но пока не будет корней у Мишки, Клокверк чувствует себя там неплохо. Это правда. Как появятся корни, намного сложнее будет на линии. Корни, фейзы там где-то уже появляются. То есть дэмджи становятся большим. Мидуан. Получает лазер. Дают Сумаилу пока постоять. Сифон. А что дальше? Ну так просто. Ничего. Мне кажется, Мидуану здесь ничего не грозит. Или лазер. И добивают. Слишком долго Пупей спускался с хайграунда. Вряд ли он сейчас может что-то предъявить Сумаилу. Надо отсюда бежать. Очень много урона тоже наполучал. Есть подозрение, что Мидуан зря развернулся. Просто бежать? Но, возможно, это бы сработало. Потому что Тинкер, ну не сказать, что прям супербыстрый. С другой стороны, у него есть ботинок. А у Мидуана нет. Ну не знаю. В общем, в любом случае, это было решение Мидуана. Правильно или нет. Мы увидели, что умер Death Prophet. Может быть, Тинкер в любой ситуации погибал. Так что не нам судить, в общем, Иван. Все еще не нам. Смотрим, как тут Фата пытается подфармить крипов. Некоторых ему удается забрать, некоторых нет. Маленького грибчика убил. Больше решил не тратить время, потому что Большой Урсум там ковырял очень долго. Эйс за Юниверсом. Корни проходят. Ну вот то, о чем я говорил. Слишком много дэмэджа залетает, когда проходят корни. Да, приходится использовать батарейку для того, чтобы этот медведь отстал. Не трогал. Пупей на хосте. Батареек сейчас нет. Поэтому Пупей может рискнуть и выйти в спину. Чем он сейчас, по сути, будет заниматься? Хоста закончилась, но в любом случае на Транквилах он очень-очень быстрый. Встреча с Юниверсом. А нет, не состоялась ночь. Вижна нет. Пошел крипов, что ли, забирать на себя? Да. Есть хук. Уже батареечки имеются. Ну, рядом с крипами в безопасности Юниверс. Рык сбили. Еще и телекинест и обзора, поэтому и корни. Нет шансов у Юниверса отсюда убежать. Второй фраг для Пупея зарабатывает еще денег. А в это время пытается напрячь Фату. Или получится? Получится убить Медуана в миде. Вот что можно сказать точно. Да и Фата, скорее всего, тоже сейчас отправится в таверну. Еще одна тычка от Тинни и действительно. Заковырял в итоге его Артизи, да. Несмотря на то, что Тинбер вроде и танковый. Все-таки несколько тычек с бревном в руках. Они явно последствия оставляют. Артизи. Он, на самом деле, такой жесткий с этим бревном на первых уровнях. С плэшом отрывает прям хорошие-хорошие куски. Да, сплэш клевая тема. Тут не поспоришь. Артизи хочет забрать руну на шестой минуте. Не будет ему мешать ебзор в этом деле. Или Криту проконтролить, что он ботл наполнил. Ботл есть. Иллюзии забрал, зато ебзор. Ну и еще одну. Руну забирает у нас Крит. В принципе, за счет таких действий может вынести неплохие деньги. Ну, помимо этого, еще и шестой может получить очень быстро. А вот этот релокейт с тени на голову, он никого не радует из вражеской команды. Это правда. И, опять же, остановить это дело пока не особо есть в чем. То есть нет какого-то условного дизраптора, который испокон веков является прямой контроль такой комбинации. Вич-доктор еще неплохо смотрится с касочками, если вдвоем прилетают. Да, правда. Можно зацепить Фата, бежать отсюда. Фата. Будут ли присыпать? Нет, не будут присыпать. Снова бревно для Артизи. Можно пушить. Есть ТП от Виспа. Попытка засейвить Сумаила, что ли? Антут с Фиром в контратаку переходит. Ябзор! Чемок урона получает? Ябзор. Минус. Пока Мид явно за Evil Geniuses. Переоценивает свои возможности Сикрет. Нужно быть с этим поосторожнее. Но мы видим, что вот по Нетворсам все очень хорошо у Эйса. Вот кто себя чувствует действительно королем на своей линии, так это он. На втором-третьем месте Артизи и Смейл, соответственно. Но и там вот на одном уровне с Клокверком у нас ДПшка и Тимбер. Дэс Профит, то что имеет такой небольшой Нетворс, это, конечно, не очень хорошо для этого героя. Хотелось бы ей побольше иметь. Ну что уж поделаешь. Пупей. Опять охотится. Хотел бы вытащить Юниверсом. Возможно, даже справились бы. Хотя там хукшот есть, так что всегда имеется возможность отступить, улетев на нейтральных крипов. Нетрудно ластхидеть когда-то с бревном. Своровал баунти руну и обзорчи из Телекинеса, откинул крита. Оставил его ботал пустым. Еще и руна инвиза находит на ботами, что позволяет ему выдвинуться и попробовать где-то загангать. Не знаю, ботам, мне кажется, сложновато будет. Все-таки висп с фулл хп, 10 стиков, рейндропы. Да, его будет очень трудно убить. Ну да. В принципе, есть определенные трудности пока с киллами, но я думаю, что постепенно. У Сикрета и ловлок появятся. То есть у того же Пуджа будет шестой уровень. И Робик будет вносить больше дэмэджа, так что потенциально имеют возможности забирать героев ЕГЭ. Но и ЕГЭ, в свою очередь, также с течением времени будут иметь хороший килл-потенциал. Вообще, я думаю, что если Тинкер вынесет свои артефакты, то он будет огромной проблемой для фактически всех персонажей команды Сикрета. Артизи. Но я бы на месте Артур так прям не боковал. Все-таки Тимбер герой, который любит против милишников постоять линию. Артизи, наверное, доверяет саму виспу, который сейчас вернется с полным ботлом. Мы готов сейчас немного поразмениваться по хитпоинтам с Фатой. Верно, присыпали. Фата. Сейчас начнутся проблемы. Выбиваются рейндропы. Пошел на вес. Замедает верно. Здесь два сейф-тп, поэтому ребята вступают. Ну да, одна отмена. И обзор все-таки присоединяется к движухе на нижней линии. Ну а Пупей продолжает там на топе стоять. Формить крипов. То есть какие-то деньги зарабатывать. Для себя. И мы видим, что по нетворцу-то у него побольше денег. То есть, возможно, обзор вот на эту игру будет у нас позиция 5. Просто он слишком хорош на рубике. Посчитала команда. И не стоит отдавать. Этого... Героя в другие руки? Да. Фир. Телекинез. Подтащили. Попытка сделать ТП. Пошел с Элленс. Но это никак не помогает. Улетает отсюда. Фир. Ой, а здесь Пупей может погибнуть. Пупей погибает. Юниверс. А его не догнать. Неплохо. 6-2. Пока в пользу Юл Джинниус. Но мы видим преимущество у Тим Сикрет. Если смотреть на фарм. На нетворсы. Мишка слишком хорошо отстоял линию. 6-0. На нетворсу. Ближайший преследователь в лице Тини. 4-300 только имеет. Маловато будет, скажем так. Да, хотелось бы, конечно, побольше денег иметь. Но вот интересно, что будет делать у нас по игре Ace. Потому что, очевидно, он будет иметь больше всех денег. Ой, как хорошо ловит Фир. Фир погибнет. Хороший гук. Но параллельно погибает Тим Берсоул. Снова пауза от игроков Evil Genius. Что случилось у Виспа. Опять лагает Тим Спик. Пишут игроки. Но... Быстро продолжается игра. И все вроде как в порядке. Ну и что же. Давится ботом сейчас. Ace на топивушку уже снес. Да, подсказывает мне, что Monkey Business это бывшие ребята из OG. Действительно, в 2015 они именно так назывались. Около двух недель. Команда, в которой играл Ace, называлась Danish Beers. Я все время просто путаю Monkey Business, которые играли в 2011 году. Это была датская команда такая. С Мигелем, с Ace тоже. Слушай, хватит дэмэджа-то? Конечно, хватит. Тут через Relocate. В пятером просто оказываются в центральной линии Evil Geniuses. Ну и тут же, пользуясь моментом, хотят спушить Т1. А Виспа зацепили, да. Ну, размен, понятное дело, неравнозначный. Забрать мидера, отдать Виспана, это дело... Все из EG согласны. Ну, такой размен. Кроме, возможно, Виспа. Ну, Виспа особо никто и не спрашивает. Никто не спрашивает, да. Говорит, вези туда, там разберемся. Очень хочется убить этого медведя, но не получится. У Эйса, 7200. 5800 у ближайшего преследователя Артизи. В Артизи тоже потихонечку появляются артефакты. Ну и, если говорить откровенно, то мне кажется, что Тинья посильнее медведя. Вот есть у меня какое-то внутреннее такое ощущение. Висп же еще есть. Это такая комбинушка хорошая. Это правда, это комбинация, которая еще с стародавних времен, наверное, с года 2014-го крайне популярна. То есть, если мы вспомним, 2012-й год, это ЦК Висп. ЦК Висп, потому что Тезер на тот момент давал стан. Да. То есть ЦК притягивал, я считаю, ты уже подцепил практически любую цель. Два стана, и это фактически гарантированная смерть. А Тиньи Висп, это была излюбленная комбинация команды Фнатик. Ну, когда там еще Нотейл был. Да. Поэтому это тоже около 12-13-го года. Они так сплитили. Крайне опасно и жестко. Падает Т2 на ботами. Эйс. Вместе с Фатой. Фата спокойно танковал. Сейчас доверил это Медведю. Медведь догрызает вышку. И не получается никак помешать. Правда, на топе тоже идет сплит-пуш. До Т2 там еще не добрались. Но Артизи уже вот сейчас начинает разминать тавер. Ну, а чуть-чуть продамажил. В принципе, никакого критического урона по вышке не прошло. Поэтому я думаю, что еще потребуется какое-то время ИГ для того, чтобы его забрать. Фрешмид на крипов. Ультимейт использует купе. Почему бы не пофармить? Ну, да. Есть свободные несколько минут, когда ничего на карте не происходит. Надо их использовать и получать. Хотя бы дешевенькие хорошие артефакты. Например, прогрызить стики. Так, ну и Артизи. Есть 10 уровень. Скоро 11. До баунтиру, но еще долго. Зато можно бревном тут расформовать. Что у нас летит? Артизи с Энжин. Да, с Энжин Еша. Классический билд. Тинни-707С. Обычно именно так это и происходит. Сейчас практически игнорируют. Ой, так, проблем могут быть у Фаты. Университ в погоне. Есть релокейт. Хукшот. Все нормально. Фир контролировал все это дело. Фата на вес. Минус. О, опасный момент. Опасный момент. Если бы Фир не был готов со своей кнопкой, возможно, это бы закончилось неудачей для ЕГЭ. Убивает в ответ Виспа, который вернулся, конечно же, с релокейта обратно на топ. Вот здесь смерть весьма предсказуемая была для Виспа. Он прекрасно понимал свою участь. Но размен так или иначе хороший для ЕГЭ. Готов Радианс у Мишки. Сейчас вырастет скорость фарма. Опять же, станет большей проблемой для саппортов. Вилджиниус. Радианс, конечно, когда у тебя статов особо нет, выжигает файти незаметно. Ты приходишь, вроде все хорошо, тебя никто не бьет, а, мрешь и мрешь. Медведь очень быстрый будет, да, со своим фармом. И действительно можно ожидать какого-то жесткого отрыва от того же Тинни. Если сейчас Тинни не начнет клепать фраг за фрагом, конечно же. Но мы видим, что, в общем и целом, ситуация по надворцу выравнивается и даже в пользу ЕГЭ потихонечку становится. Потому что у Медван пока еще страдает. Ой, хороший холк. Фиер. Погибает. Очень быстрый фраг. Попи, жжет. Без каких-либо... Слушай, тут вышку упадет. Задавки не выйдет. Я думаю, Тинкер не успеет здесь наспамить. Так, чтобы Секрет убежали отсюда. Ну, конечно, да, не успеет. У него уже маны нет. Он наспамил машинки, которые едва-едва подходят к этому медведю. То есть, фактически, они ему никак не помешали. Ну, и уже за 10 тысяч надворца переваливает у нас лондруид. Сумаил. Сумаил в Каю выходит, в целом, тоже классический, можно сказать, билд этого патча. Даггер, Каю. Дальше Аганим. Часи кастеры любят Каю. Да, Каю хороший артефакт, если его внезапно как-то переделают на тему того, что он будет еще давать хоть сколько-то статов, это будет вообще must-have. Абсолютно на всех героев статов я имею ввиду ХП, потому что статы он дает интеллекта. Но вот здоровья не прибавляет нисколечки. Мне кажется, что-то сделают впоследствии, если уж говорить о новых артефактах, то и с Метеор Хаммером. Слишком уж артефакт редко используемый. Слишком. Не зашел он, скажем так. Хотя первоначальные мысли были. Мне кажется, вот если ему понизить кастпоинт хотя бы до двух секунд, а не три секунды делать этот каст, то, возможно, этот артефакт будет более юзабелен. Потому что три секунды ты просто стоишь и бездействуешь, это слишком много. Артизи тут начинает фармить эншентов. Сейчас еще одно бревно и он добьет их. Да. Сейчас мы увидим, как он вырывается. Пупей, ну а что делать? Юниверс, охукать? Не попал. Бывает. И Пупей может промазать. Возможно, это тактически. Тактически? Специально это было? Да. Понял. Извиняюсь, не взял такой в расчет. Это же Пупей. Человек-гений. Ну вот, мы видим, что благодаря стакам у Тинни Нетворс практически такой же, как и у Лондруида. Но меня больше пугает тот факт, что слишком много денег становится у Тинкера. Тинкер, который имеет равносильный Нетворс, что и позиция 1 и чуть-чуть отстает от первой позиции противника. Это страшное оружие в ближайшем будущем. Так, что задумали? На ботаме просто поискать кого-то? Вот, варды. Для поимки Тинкера, я так понимаю. Да, да, это классический вард для того, чтобы попробовать найти в лесу врага. Сейчас Рейдент использует скан, никого не находят. Тоже в Смаке пытается вычислить врага для того, чтобы заработать пару фрагов. Ебзор. Есть кукшот, зацепили. Ну, тут моментальный минус. Пришел сюда Мидван, правда, непонятно зачем, тоже Фата тут. Ну, надо бежать. Надо бежать, Фата много наполучал. Там еще Медведи сейчас попытаются убить Мишка. Вот он рык. Ну, это как-то не особо останавливает Артизию. Я вижу, да, ты просто плюс 300 в копилку к Сумаилу пристрелил Медведя лазером. Вообще, для меня было непонятно, почему так отходит ЕГЭ. Мне казалось, что с Винтеркерсом и другими с пылами имеют неплохой потенциал для того, чтобы, в принципе, разобраться здесь с секретами после такого хорошего начального фрага. Но вот ЕГЭ играют по сейвове слегка. И вполне возможно, что они в этом моменте правы. Ну, может считать, что Тинкер еще не такой прям. Расфармли погоня за Фатой. Сумаил? Не. Фату не получилось догнать, зацепить как-то. Если бы законтролили хотя бы на секунду, может быть и убили бы. Решил линзу перед Каей сделать вот так. Ну ладно, почему бы и нет. Кая в любом случае появится уже вот в течение нескольких... Я бы даже сказал, в течение минуты скорее. Так, может быть сейчас выход на Тинкера. Но не знаю, где Тинкер абсолютно. Тинкер уже далеко. Его не достать. Он на хайграунде стоит, а тут он спамит. Артизи. Пупей. Есть крит. Надо присыпать. Нет. Решил просто продать весь спам. Продать так продать. Хороший хук от Пупея. Приносит еще один фраг. Своей команде. Но у Тинни тем временем я заметил, что практически есть Кираса. Этого Тинни практически не убить будет совсем скоро. Кая появляется у Тинкера, как я и говорил. Тоже много у него денег. Взял плюс 75 к рнж костов. Вместо спелл амплификейшн. Такой выбор от Сумаилы. Теперь у него очень много рнжи на каст своих спелов. При появлении аганимов, вероятно, будет еще больше возможностей соперника своего поднапрячь. Так, ну что? Рошанчик? Или это смок для фрага, а потом рошанчик? Юниверс. Все имеется. Свервал баунтеру, но давит сейчас на топ. Сумаил подпушил крипов, поэтому Т2 сейчас под угрозой. Но в спину выходит Тим Секрет. Возможно, сейчас будет стычка 5 на 5. Очень надеюсь ее увидеть. Пока все ограничивает. Соло фрагом есть. Врыв пошел. Попытка очень быстро убить. Фату. Фата рассыпается на маленькие кусочки. Теперь Тим Секрет не пойдут сюда воевать, как мне кажется. Ну да, я мне шел. Незачем в меньшинстве. Подходит сюда Эйс. Медведь видит Фира. Пошел хук. Нужно его кушать. Да, уже 4 в 4. Уже неплохо. Медведь дабл дэмэджем. Артизи отступает. Юниверс. Замедление. Юниверс нажимает блейдмейл. Но Медведю как-то все равно. На релоките его увозят отсюда виск. Понятное дело, что вернется сам. Ну, что-то ЭГ постеснялись драться. Я не знаю. Они как-то вот всего боятся эти ЭГ. Я, если честно, не уверен. Правильно ли они поступают. Вот пытаясь избежать драки хоть какой-то. Вроде хорошим фрагом открылись. Не какой-то там пудж. Это все-таки тимбер. Не знаю. Вот честно. У меня двоякое ощущение от того, что происходит сейчас. От тех действий, которые совершают у нас злые гении. Цепляют Пупея. Пупея пытается выбраться отсюда. Ударился Абхоги. Мишка его подстраховал. Но ракетка от Сумаила все расставила на свои места. Юниверс нажимает блейдмейл. Кстати, Мишка может пострадать. Здесь ракетка. Мишка не пострадает. Новый медведь. Он друида. Там почти готова кераса, я так понимаю. Да, тоже. Кераса на керасу. У тени она уже есть. Ну, Артизи продолжает фармить. Все, 16 уровень будет. Интересно, во что пойдет дальше этот товарищ. В пайп идет у нас Клокверк. Пайп хорошо против большинства героев. То есть, во-первых, ты Рейдианс чуть-чуть подрезаешь. То есть, какое-то время не наносится урон от Рейдианса. Плюс Рот. Плюс Ябзор. Ябзор взлетел. Есть Тинкер. Отстреливаются. Надо кидать хукшот. Прожимается экзорцизм. И надо уходить отсюда. Теркинесс. Отлично. От Ябзора. Подтащили сюда Юниверс. Пытается улететь. Воровный хукшот. Ну, слушай, тут, конечно, Ябзор зажистил. Ябзор большой. Молодец. Он забайтил Клокверка, во-первых, на то, чтобы тот не уходил. С линии вот эта последняя тычка из леса. Выход на Фату. Фата. Навес. Вот он, Самаил. И Фата должен здесь погибать. Буквально пару тычек. Ответный фраг от ЕГЭ. Слушай, не видел ни одного масс-файта. Все соло-фраги на разных частях карты. Хочу драки какой-то 5 на 5. Не получишь, судя по тому, как ведут себя ЕГЭ на первой карте. Они вообще не хотят видеть эти драки 5 на 5. Они хотят убивать одного, сплитить, пушить. И, в принципе, на этом их игра должна закончиться. Сикрет-то не прочь подраться. Они вообще с кайфом. Приходят, пытаются кого-то убить, потом идут дальше. А вот ЕГЭ их пытаются избежать. И не очень хотят вступать в такие авантюры. Давай смотреть, есть аганим. Может настанет тут час. Состоится кровопролитная битва. Но вообще, вот с аганимом Тинкера я бы подрался. Приятная такая вещь. Сразу по 4 бахать. Смоук от Evil Geniuses. Хотят подраться. Хотят подраться. Тут же выдвигаются. Может быть, конечно, это просто Рошан. Юниверс прожимает батареечки. Артизия забирает бревно. И Рошан начинает бить. Рошану неприятно. Чем зачекать? Можно медведем. Что и происходит. Подходит сюда Мишка. Мишку пытаются убить. Навес ударился об Коге. Ну и на этом как бы все. Медведь. Пытается у Рошана прогнать в свое логово. Говорит, давай уходи отсюда. Не дали заформить Рошана. Ну а драться ЕГЭ не захотели. Слушай, я вообще этих ЕГЭ не узнаю. Они какие-то супер пассивные. Может, мне, конечно, так кажется. Но они прям все драки пытаются... Зайвейдить? Да. Да нет, им не кажется. Реально не хотят драться. Ну и что же дальше будет? Итак. Пуджику в такой игре трудно очень. Ничего не происходит. Как бы никаких агрессий нет. Все аккуратненько выфармливают. Вот сейчас, возможно, Фату поймают. Но нет. Нечем сократить дистанцию Тиннику. Даггера у него нет. Может запрыгнуть на Фату и размотать его. Да, может, мы это уже видели неоднократно, как это происходило. Проблемы могут быть. У Юниверса влетели на него своим же хукшотом. И это минус Юниверс. Вот сейчас, чувствую, будет ответный фраг от Evil Genius. Где-то на другой части карты. Они убьют уже одного героя. А, ну там Рошанчик пошел, кстати, для Team Secret через экзорцизм с Мишкой. Отлично уходит. И что поделать? А ничего здесь не поделать. Артизи добивает вышку. Что, релокейт какой-то? Нет. Нет. Ничего не будет. Падает Рошан. И на этом как бы все. Я думаю, что Рошанцы подвигнется для того, чтобы ЕГЭ проявили агрессию. Артизи не достали хуком. Ну, не достали и не достали. Артизи спокойненько уходит. У него уже появляется с минуты на минуту доедалус. Решил вот третьим артефактом купить себе этот предмет. Но в целом это может сработать. Тинни это такой персонаж, который наносит много урона. Под виспом наносит много урона быстро. И криты это хорошая вещь. Да, с спидом проблем нет. Кераска. Висп. Так что все круто. Появляется вот-вот. Этот самый артефакт. Но и секрет. Будут ли пушить. Ну, вообще логично попушить. То есть нужно дождаться отката экзорцизма и идти давить. Преимущество у Ворошана. Всего одна тысяча, которая качует туда-сюда. То есть преимущества ни у кого нет. Игра идет очень ровно. Тридцатая минута у нас на экранах. И равнение куда креет. Фатана стакала армора. Почти готов огоним у Мишки. Фата танкует. Но может медведя отправить вышку грызть? Да, катапульты здесь есть. Да, машинки не достают до Таура. Вообще не доходят. И спокойно Таур этот забирается. Блин, только как пушить дальше непонятно. Вообще не ясно. Только через Паджика. То есть надеяться на то, что он кого-то хукнет стоящего. Ну, вряд ли подставит Сусумаил. От крита достать. Ну, крит, наверное, тоже будет за спиной. Паузу просит Фата. Что-то опять, видать, произошло. Я понял. Я понял. Ну-ка, что ты понял? Я понял, что у нас очень много пауз. Го, пишет Фата. Все, они, Иван, извиняются перед тобой и продолжают игру. Нет, первый день действительно какой-то весь в паузах. Вот, я не знаю, что-то не так у Дремлиги. Вообще турнир, когда у них в студийном формате все это происходило не на Дримхаке. У них проблем таких не было технических. Но из-за большой выставки, ну, не выставки, из-за большого этого мероприятия Дримхак, конечно, могут быть проблемы. Ну, какие там неродная площадка, так сказать. Сумейл отпушивает ботом. Пупей! Достал Юниверса, будут ли батареечки. Там батареечек нет. Подходит сюда уже Мишка, диск есть и погибаетесь, наверное. Окверк, его не будет 55 секунд. Вот то, о чем я говорил. Только так, наверное, и получится. Доставать какую-то цель, заблудшую душу и сгрызать. Фатан заходит на хайграунд, пошли по кусаки, но мы видим, как быстро падает Т3. С помощью лазера, конечно, можно дефтить это все дело, что и происходит сейчас, но это тупают секреты. Понимая то, что не так все просто. Можно через экзорцизм попробовать. Мид-Ван все-таки 18-го уровня. Слушай, ну мы увидим вообще хоть одну драку. Я не знаю. Я что-то все меньше и меньше в это верю. То, что это произойдет. Этот вопрос в том, что если драться не хотят у нас с Егой и не собираются, как секрет будут заходить на хайграунд? Может быть, сейчас нужно зайти на Т2 на топе, снести его. Последняя Т2, так сказать. Было бы неплохо. Фаты здесь встречаются. Уже не особо боится. То есть есть пайп, стики заряжены, блатстоун с хитпоинтами все отлично. Говорит, с раскаста явно не паду, а если у вас больше здесь будет, то команда вроде как на подстраховке. У нас смок покупает свиверный. Есть стрелокичные. Медведи хотят убить, но рык, пошли вон. Никто не отменял того, что и медведь, говорит. Релокит потрачен. Это правда. Ну и мы видим, как ЕГ в целом зажались на своей базе. Толком никуда не выходят. Их поджимают со всех сторон. У нас команда Секрет. Рисует какой-то план. Интересный Тини. Подцепить кого-то за Т2. Развести на деф. Так, там смок поражался. Сумаил. Есть Иульчик. Прожимает экзорцизм. Сумаила зацепили. Нужно какое-то замедление. Пытается Фир подсепить хоть как-то. Здесь Фата. Ну и можно спиливать. Пытаются скушать его. Мы помним то, что релокейта уже нет. Сумаил все еще живой. Фата получает рассказ. Должны допилить. Сумаила как-то допилили его с помощью диска. Мидван. Также хочет убить Артизи. Погоня продолжается. Ну и вот он Мидван. Запрыгнул. Пошел хукшот. Юниверс пытается засепить. Еле живой Крит. Крит рассыпался от экзорцизма. Байбэк есть от Тинкера. И он должен возвращаться в бой. Или же отдают Т2. Отдают. Ну вот она первая массовая драка. Да это не драка. Не пользую Evil Genius. Да это не драка. Ну а в это время Мишка на ботами съел миличный брак. Оп. И Мишки здесь нет. Сикрет дрались, а ЕГЭ бежали от них. Вот и все. Вот так эта драка выглядела. Ну как в принципе всю игру так и происходило. Я не понимаю этого. Извините меня, конечно, зрители за резкость. Но мне кажется, это не типичная игра ЕГЭ. Они ведут себя весьма странно. Весьма зажато. И весьма... Такое ощущение, что они не понимают, что им нужно сделать на этой карте. Будто они взяли этот пик и подумали, а как нам выигрывать с ним? И что нам делать? Быть может, действительно хотели лондруида. Ну прям так все поломал один герой. Но так нельзя делать. Тогда ты должен забирать его раньше. Если ты понимаешь, что тебе это все ломает прям до неузнаваемости, то ты должен забирать его раньше. Да. Правда. Так, ну что, дождаться следующего Рошана. А то уходит Пупей. Да ничего, он не боится уже. Вампирик от способностей. Урна, правда, не заряжена. Плюс роддэмэдж. Вампирик. Все как надо. Очень много, на самом деле, наносит этот трот. 155 урона на четвертом уровне прокачкой. Это действительно... Так, Мидван. Запрыгнул. Убьет ли Крита? Хватит ли дэмэджа? Нет. Ставится курсанки. Обзор спрятался. Его добивает все-таки Тинни. Надо взлетать в Юл, наверное, Мидван. Да, поднимается в Юл. Пытается хоть какое-то время выиграть. Но, по-моему, его здесь убивают. Да, даблкил от Артизи. Есть хук. Пупей. Что Фата пойдет за Критом? Да. Фата убивает Крита. Минуту не будет Виспа. И на этом все. На этом все. Ну, что-то там баканул, если честно, возле Шрайна. Правда, Медведь уже грызет. Миличный барак очередной. Он его съел. Переключается на рейнджовый. Нужно идти дефать. Я так понимаю, что это минус два барака будет. Да. Двух бараков нет. На ботами тоже нет. Отличный сплит. Вот так и заходит с командой Сикрет на хайграунд. Ну, а что остается? Просто купил Аганим и кайфуешь. Ну, он прекрасно понимает, что по-другому, наверное, сыграть не получится. ЕГЭ не хотят драться 5 на 5. Зайти на хайграунд под Виверной, Тинкером и Клокверком тоже очень трудно. И остается только так. Разводить на какой-то файт и подпушивать так. Юниверс. Встреча с Пупеем. Пошел еще Фата сюда. Ну, Юниверс здесь должен погибать. Конечно, хотя Сумаил пришел помогать. Пупей может здесь еще погибнуть. Ну, Фата-то уйдет. Там гем, кстати, дропнулся. Сумаил. Неприятно. Здесь Крит. Я обзор подошел сюда. Поднимают. Телекинез. Надо откинуть его подальше. Ставится хороший ультимейт от Виверной. Что, наверное, похоронит здесь ни одного, ни другого. И вот вроде как и Викет Сиг, Артизи. А толку? А толку? Двухсторон у тебя уже нет, дружище. И совсем скоро ты можешь лишиться и третьей стороны, если совершишь ошибку. Сумаил на топе. Отпушивает линию. Понятное дело, что Крит уже усиленно идут, поэтому... Своими силами не справляются Крип и Радиант. Нужна поддержка, помощь. А в миде снес вышку. Упс. По-другому и не скажешь. У нас пришел, снес Т3. Так, ну что? А если бы знал, что Тиннис виспол... Возможно, сейчас узнает. Видите? Что-то прочекает. На карте как бы не особо кто есть. Там Мишка бодается на ботами. Вот он Пупей. Встреча с Юниверсом. Но вообще тут есть поддержка у Пупея небольшая в виде Мидуана и Эйса. А этой поддержки хватит, чтобы разобраться с Клокверком. Ну и должны догадываться, что он не просто так здесь находился. Отчего-то должен был зонить. Падает Рошан. Здесь Рок и Обзор. Критас спил Телекинезом. И можно убивать. Там сыр вроде как есть у него. Можно скушать сейчас. Или не стоит. Нажимает Relocate. Нет, ничего он не нажимает. Чую Артизи зацепили. Неужто это дроп Аегиса? Вот такой прям хороший ультимейт от Фира. Почти догрызли здесь Пупей. Но Пупей жив. А Фиру придется убегать. Артизи. Блэкинг Бар заканчивается. Лазер хороший. Откидывает от себя Медведя подальше. Телекинезом скинули Артизи на лограунд. Экзорцизм работает. Поднимает себя в Юл. Медванную на этом что ли все? Просто сейчас Мишка сгрызет Бараки. Да? Судя по всему так и будет. Так игра и закончится. Это просто мега-крепы. Это просто мега-крепы сейчас будут. Фир отправляется тоже в таверну. Есть байбеки. А толку? Уже все. Нет. Нет строений. Уявил Джиннилсис. Последний рейнджовый Барак. Лазер пока пытается все это спасти. Хук от Пупея. Пупея заруйнил сейчас момент. Заруйнил, да. Но там спрятали Мишку. Мишка догрызает Барак. Мега-крепы. Мега-крепы для Team Secret. И у Тини есть Аегис. Отлично. Викет Сиг. Это все меняет, Иван. В скобочках ничего. Много артефактов. И что вы будете делать? Дефить Еген. Но вы можете и подефить. Имеет полное право. Но с Аегисом-то и с Тинкером грех не подефать. Секрет большие, молодцы. На этой карте сделали все как нужно. Так, ну что, цепляй. Цепляй Виспа. Жри его. Кушать, кушать. В Артизи сейвит, сейвит своего друга. А тут Мидван. Тут Мидван. Крит. Еще буквально пару ударов. Крит пока живет. Есть телепорт на Медведя. Сейчас будут распиливать леса. Попадает еще и по Криту. Пошел Сайленс. Есть сырок. Сделать тэп-ау. Артизи поднимают. Ну что, на этом все, что ли? Трэк очередной. Продолжает грызть. Прошли корни. Минус Висп. Да, возможно, и не уйдет отсюда. А нет, уйдет. Засейвили. Выхиливается. И Фата будет жить. Пошел на вес. Надо отсюда выбраться теперь. Один уходит через Форста. Второй просто ударился. Абхоги тоже ушел. В это время сдувают Виверну. Ну и не стоит забывать о крипах, которые сейчас поднимаются на хайграунд. Нажимается Шива, Сумаил, Сайленс. Уходит отсюда с Даггера. Артизи пытается сражаться, но Пупи я с одним разобрался. Со вторым сейчас по приколу, судя по всему, разберется. Это дроп Аегиса. Баз падает. Вот в чем проблема. Артизи. Нажимает БКБ. Его успели скушать. Вот они, крипы, которые начинают ломать Т4. Экзорцизм работает. Куда деться Артизи? А никуда не деться. Ты ничего сделать не можешь. Ты просто бегаешь и погибаешь. Можно сделать байбэк. Еще подефт немного. Да. Но... Не знаю. В общем, эту игру можно охарактеризовать очень просто. ЕГЭ всю игру убежали. Секрет нападали. А ЕГЭ пытались от них убежать. Вот и все, ребята. Телепортируется сюда. Да все. Фата просто сейчас поможет. Отвечет внимание, чтобы крипы и катапульты достреляли. Подходит сюда Пупей. Что-то не страшно ему. Медведя можно отправить просто на трон, я считаю. Да. Пошел лазер. Фата пытается спилить крита. Крит вернуть бы диском. Он погиб, но уже все. На правду дистанцию. Пошел хукшот. Есть врыв. Слушай, Мишка-то может сейчас и погибнет. Да. Пока дефаются. Пока дефаются. Непонятно зачем и почему, но дефаются. Очередной пак крипов. Надо их остановить, иначе они добьют трон. Да, умрет здесь Фата. Рьяное желание еще поиграть у Evil Genius. Мы его ни в коем случае не осуждаем. Одну игру против медкрипов мы сегодня уже лицезрели. Почему бы не посмотреть еще одну? Да, может быть даже и не одну. Может быть, Иван, и не одну. Просто как с базы выходить. То есть Тинни это вроде как неплохой герой на отпуш мега-крипов, но в остальном Тинкеру очень трудно будет с пусаками справляться. Да, здесь, конечно, с критами по тысячу эти пачки рассыпаются на ура. Дальше что делать? В любой момент третий Рошан, два ультимейта и заход на хайграунд. Все просто. Просто через БКБ. Да, нужен Блэкинг Бар сейчас медведю. Наверное, да? Ты как считаешь, через БКБ получится? Да, крысит трон? Да, думаю, да. Ботус появляется у Паджика. Я думаю, не буду затягивать Тим Сикрет, прекрасно понимаю, что тут этот голый трон с мега-крипами. Пошел Смук. Пиналочка. Тинкер туда летит. Его сейчас, возможно, попробую подцепить. Да. Спилят Тинкера через два БКБ. Ну, Крит здесь погибает. Да и Смейл тоже. Крит. Да ладно? Да ладно? Нет, Смейл все-таки умер. Да и Фир умер. Да и трон умер. Год гейм, пишет Крит. Наигрались Смейл Дженюсис. Говорят, что тут, наверное, уже не победить. И действительно, это так. Первая карта падает в копилку Тим Сикрет. С чем их, конечно же, поздравляем. Не знаю, я, скажем так, перехожу тоже на твою сторону. Потому что ЕГЭ на этой карте драться вообще не хотели. Вот никаких командных действий они не хотели совершать. Какие-то...